здравствуйте дорогие друзья вы на канале у свекланы луди сад ну что теплые дни настали опять плохо как я шучу потому что очень жарко работать теплицы а сейчас самая такая работа для меня например теплицы я начинаю высаживать свои растения пеларгонии петунии уже на постоянное место жительства некоторые рассады у меня уже большая но и просится я в телеграм-канале девочкам побыстрее рассказывал в общем все кто если вы хотите получать информацию очень быстро то подписывайтесь телеграм-канал вы бы там уже давно все это увидели вот постепенно заполнила кашпо для моих питуней махровых в этом году они заменят на окнах пеларгонии вот такой будет проект не посмотреть как они растут ну в общем для своего такого одного дела которое я вам расскажу в конце сезона вот видите сейчас они так грустненько выглядят потому что и жарко я даже сразу после того как посадила высадила закрываю чтобы солнце вот так видите закрывают чтобы солнце не жарила эти растения пусть приживаются ну вот это здесь я посадила такие будем говорить кустовушечки которые махровые сейчас уже буду заполнять кашпо с питуньями ампельными ну для основных таких своих посадок конечно про это есть ролики и не один и ежегодно кого куда и как я готовлю грунт я в прошлом году не сделала грунт осенью чего честно говорю сожалею по этому поводу и каждый год я меняю грунт в кашпо каждый год а здесь ну решила сделать как многие не меняла его ну что эту работу делаю сейчас не могу я оставить тот грунт который был кашпо для питунь и потому что ну там он он там невкусный он невкусный для меня и для моих цветов тоже поэтому все что было в кашпо вываливаю добавляю вкуснятины потом снова наполняю еще дорогие друзья что хотела вам сказать ну я как-то уже говорила в ролике о том что участвую в одном очень интересном проекте ну для меня проект интересен и я думаю что для многих станет интересен особенно для новичков кто занимается вот всем этим делом у кого еще тысяча один вопрос остался сейчас мы ведем разговоры об участии меня в этом проекте я думаю что очень интересно и хотела с вами поделиться этим что подписывайтесь на канал и вы конечно узнаете об этом во всем может быть одни из первых мои подписчики на youtube канале но хотела бы вас спросить чтобы вы в комментариях откликнулись ну например чего вам не хватает на ю тубе понятно что вроде блогер знает много а при этом он также много и не знает и учится от вас эта связь ты мне я тебе она очень нужна так вот чего вам не хватает то ли знаний то ли они то ли это долгие ролики вам трудно уловить суть ролика или какие-то еще бы вы хотели что-то новое эксклюзивное в общем очень важно от вас поиметь тоже эту связь и вы бы рассказали чтобы мне продумать чтобы нам продумать в новом нашем проекте как лучше сделать как целесообразнее сделать ролики выпускать может быть это какой-то новый контент более современный или перекличка с контентов разных вместе в общем жду от вас таких комментариев ну что дорогие друзья попытаюсь вам показать как я готовлю грунт для того чтобы петуни росли хорошо и замечательно ну что у меня в основе лежит своя земля и эту землю я беру с огуречного парника потому что в огурцы но лист теплицы где росли огурцы то что в огурцы я много добавляю конского навоза в огурцы я добавляю много травы и зелени ну то есть органики и в течение в течение всего лета кормлю кормлю и кормлю поэтому там супер легкая пушистая земля это основа теперь вот эту основу я сюда сейчас покажу вам и что добавляю вот смотрите куча земли у нас основа песок земли и даже тут виден что песок кроме того у меня есть при перепревший конский навоз прошлогодний его я покупаю в мешках он где с опилками бывает что с сеном сколько добавлять конского навоза ну добавьте хотя бы там одну четвертую одну пятую от грунта добавила теперь у меня есть еще торф торф верховой нейтральный вот добавила торф можно добавлять ну например половину может быть одну треть и еще перлит перлита я не жалею добавлю сейчас еще одну еще добавлю перлита и вот это все дело я сейчас размешаю вот так чтобы грунт у меня был легкий и при этом питательный ну хорошо что уже можно в теплице единственное что жарко на улице даже у нас хотя снега еще очень много но в теплице жарковато вот виден уже и торф и навоз грунт получается легкий пышный и при этом питательный наполняю кашпо теперь про кашпо наполняю одну треть добавила грунт одну треть сейчас буду добавлять удобрение осмокот это не выращивался смокотом наверное третий год осмокот про заметьте разные формулы бывает 5-6 месяцев вот здесь написано 5-6 месяцев то есть этого удобрения хватает на все лето и формула 17 11 10 17 азот фосфор калий дальше идет плюс магний и плюс железо то есть здесь есть все что нам нужно сколько добавляю не нам нужно растением нужно теперь извечный вопрос сколько добавлять этой вкусноты что делать если ее нет что добавлять может быть тогда добавить не осмокот а какой-то другое удобрение я дорогие друзья про другие удобрения вам говорить не могу потому что не изучено как будут но разлагаться удобрения осмокот умное удобрение пролонгированного действия то есть длительного так устроено в лабораториях проверено устроено это не русское удобрение естественно что постепенно каждая гранула капсулка открывается в нужный момент сначала открываются одни капсулки выдают порцию при температуре и при поливе то есть при определенных условиях выдают порцию ну вот еды до еды и растение и употребляют потом другие капсулы потом 3 подсоединяются если вы осенью видите я уже про это говорю миллион раз ну вот высыпала землю старую вот здесь вот например капсулки есть это просто оболочка от осмокота там ничего вкусного уже нету ну она из смог состоит они просто не растворяются вот и все просто многие увидев эту капсулу говорят я положила там ничего не растворилась не растворяется сама капсула удобрения оттуда выходит норма удобрения 24 грамма на 1 литр грунта питуньи самые прожорливые растения наверно поэтому я кладу больше теперь следующий вопрос про осмокот многие говорят сположила и осмокот не действует начинаем разбираться почему же так произошло да потому что многие из нас экономят удобрение дорогое все понятно и давай не 24 грамма а чуть-чуть так на глазок кину а вот на глазок то и не получится никакого эффекта у вас не будет экономить с ним нельзя если написано лабораторные исследования сказали 24 грамма на литр грунта то один грамм у вас ну никак не сработает вот так дорогие друзья или берем осмокот и живем все лето спокойно особенно дачники которые приезжают на выходной день им некогда раздумывать чем кого и как кормить да и этим самым вы уходите от лишней заботы но при этом конечно нужно вложить денег вот тут как те раки или по 3 но маленькие или по 5 но большие каждый выбирает сам себе и так я треть земли положила теперь добавляю осмокот у меня 12 литров кашпо по 4 грамма это 50 граммов должно я положить ну это так по-хорошему да по большей норме я беру ну потому что у меня есть осмокот я закупала в прошлом году себе целый мешок вот поэтому я не жалею и так 50 грамм это хорошие три полных полных столовых ложек вот одну взяла сделала это вот сюда перемешала еще наполняю грунтом вот ведь как у меня рыхлый 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 до больше чем половины опять взяла осмокота ложку и опять замешала ну и теперь до конца наполняю вот этим грунтом где купить осмокот ссылочку оставлю где я покупаю это самая хорошая цена вам скажу потому что ну на разных сайтах цена разная вот компания лама торф которая дружит с нами со многими нами в телеграм-канале участвует всегда в наших конкурсах продает это удобрение она не сама делает она продает это удобрение но по очень хорошей цене бывают скидки поэтому не пропустите ссылочку в описании осмокот можно добавлять не только в петуни осмокот мы добавляем к тем разным растениям как я говорю ну потому что это дорого но к самым своим любимым растениям вот какие вы любите туда и не жалейте ну многие выращивают овощи на осмокоте если тоже некогда подкармливать удобрение великолепно действует единственное я вам попозже расскажу что нужно будет сделать те моменты когда холодные ночи и холодные дни майские да потому что я уж теперь собаку съела на этом и знаю всякие минусы всякие плюсы летом я ничего не кормлю а вот даже со смокотом первые подкормки делаю еще какие что не пропустите видео подписывайтесь на канал сейчас говорить об этом рано и так доложила грунт до конца вот видите полностью засыпала и сюда тоже целую ложку вот получилось три у меня столовых ложки на кашпо 12 литров ну как видите сами земля рыхлая питательна ну чего бы не расти здесь петунькам да чего бы им и не расти вот только вытащила из светелки петуни но от того что жарко они такие даже не радостные да вот разбери айс опера разберяя красотка теперь что дальше дело ну вот тут все одна корневая система выкапываю внутри лунку петунью при посадке так же как при перевалке при любой перевалки при посадке на пмж не заглубляем туда куда-то глубоко петуни должна расти на уровне как в горшочке так и в большом кашпо теперь я беру и вот эти часть корней просто отрываю отрываю они мне не нужны растению даю стресс чтоб она снова пошло развивать свою корневую систему и ставлю горшок видите я не зарываю у меня уровень вот моей петуни и уровень кашпо ну чуть 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 на сантиметр просто чтобы вода не выливалась кашпо у меня как видите мои плетеночки внутри стоят мешочки целлофановые там чтобы земля из дырочек не выливалась номер ставим чтобы нам отследить запомнить прижали все посадка сделано но это еще не все что еще теперь сделаем возьму ножницы и вот эту всю красоту вот так обрежу видите все прощаемся с красотой обрежу чтобы растение не тратила сейчас силы ни на какие свои бутоны а для того чтобы мне еще здесь растила и растила корневую систему то есть не переходила в фазу цветения а перешла в фазу еще роста как видите все обрезала и так делаю со всеми петуниями делаю следующую ну и теперь естественно полив полив провожу вокруг достаточно хороший полив потому что у меня сухой грунт как вы видели и добавляю ради фарму для того чтобы корни ну и соответственно первую которую вам показывала до чтобы корни хорошо нарастали и стресс им был нипочем ради фарму именно на это и влияет сверху чуть-чуть присыпаю чтобы корка никакая не образовывалась после полива все питанька растет что можно сделать еще в теплице питаньку можно вот так если у вас еще небольшая накрыть банками с крышкой тоже там создается и влажность и для ночи очень хорошо да и так они и будут пока расти но есть только уж большие которые под банку не попадает то просто накрываем дуги с понбондиком и так дальше но я продолжаю сажать ну и как будет информация о новом таком проекте обязательно вам сообщу ну я надеюсь что это должно быть очень интересно